Мышцы речевого аппарата. Должна обязательно ребенка попальпировать. Должна быть пальпация. Но для этого мы должны знать, что значит мышцы ребенка, находящиеся в норме и в патологии. Для того, чтобы определить все это, давайте сделаем так. Наталья Владимировна согласилась нам помочь. Самое главное, когда мы начинаем работать, для того, чтобы не легкидеть ребенка, не травмировать его, мы должны подготовить собственные руки. Понятно, что руки должны быть у нас в порядке, должны быть чистыми. Не должно быть никаких колец на руках, не должно быть никаких браслетов, потому что мы этим можем зацепить или повредить слизистку ребенка, или повредить руки ребенку. Для того, чтобы сразу определить, нет ли асимметрии ребенка, нужно ребенка посадить, приподнять волосы и посмотреть, есть ли асимметрия. У нас у всех лицо асимметричное, нет четкой асимметрии, это понятно. Но если одна половина лица более ярко выражена, лобная доля более вытеклая, одна половина лба, вторая половина лица более плоская, то существует асимметрия лобность, пожалуй. Если носогубные складки у нас неравномерно работают, если углубления носогубных складок опять же не одинаковые, то это говорит о том, что ребенка асимметрия лица. И, соответственно, когда вы пропальпируете, прощупаете все лицо, вы четко будете знать, где напряжение, где расслабление. Я вам предлагаю, если у вас нет кушетки у себя в кабинетах, то ребенка нужно посадить в тот момент, когда вы будете его обследовать. Ребенок садится на стул, вы прижимаете затылок ребенка к своей груди, то есть ребенок, лицо должно быть расслаблено, обязательно. Удобно? Да. Начинаем обязательно от мышц шеи, большими пальцами рук, расщупываете, в азиале, в нормальном состоянии. Мышцы должны быть упругими, но не спазмированы, не должно быть никаких узелков, не должно быть очень твердых мышц, не должно быть болезненных ощущений. Наталья, заглядите на нос, отдых, не вынуждено, опоза, донаталья, вынуждено. В речи производства участвуют мимические мышцы лица, жевательные мышцы обязательно, поэтому мы все эти мышцы должны с вами обязательно прощупать. Желательно. Желательно. Делает обказательные пальцы. Нужно положить ребенка, когда вы будете делать массаж, и обследовать его. То есть, если у вас есть возможность положить, лучше положить. Мы положим Наталью Владимировну, потому что мне нужно открыть рот и провести пальпацию изнутри, то есть ввести пальцы в рот. Удобнее, когда ребенок лежит, он расслаблен, но перед тем, как вы делаете массаж ребенку, да и обследование, когда вы прикасаетесь к ребенку. У вас очень тесный, тактильный контакт с ребенком, он обязательно должен вам доверять. Правда? Потому что рот – это очень интимная часть тела человека, а ребенок должен вас пустить в этот рот, поэтому вы не сразу это делаете на первом обследовании, постепенно ребенок к себе приучаете. Перчатки, которыми вы будете работать, должны быть обязательно виниловыми или нитриловыми, не латексные, потому что они с запахом. салфетка, которую вы будете использовать для пальпации, это салфетка из нетканого полотна. Поза расслаблена. Вы садите или в головах ребенка, или с правой стороны, или с правой стороны. Большой палец вы забудете в рот, вот они жевательные, и пальцами двумя прощупываете мышцы, сначала легко поглаживая, мышцы. Постепенно погружаясь в мышцы. Мышцы должны быть упругой, но не должны быть узелков. Если есть какие-то бугорки, узелки, это говорит о том, что мышца спазмирована. Когда вы будете делать массаж, вы должны будете его обязательно размять. Если это спастика повышенная, если это гипертонус, то вы будете прилагать усилия для расслабляющего массажа. Если это гипертонус, то есть мышца слабая, вялая, кожнопокровый, бледный, то вы будете… Активизировать, спасибо, вы также будете делать более жесткий массаж, скажем так, более активный. Командую когда вынимать, чтобы глотала. Так, вот они жевательные мышцы. От виска к уголку губ. Подтягивающие движения. Постепенно разворачивая пальцы к вискам. Вообще должна у логопеда выработаться такая вот память, что ли, к пальпации. То есть вы должны четко чувствовать. Когда наберете опыта, когда наберетесь опыта, когда будете делать массаж и постоянную диагностику, просто будете четко пальцами чувствовать. Низкая кушетка. с другой стороны. Губы. От уголка губ. Просчитывайте. Верхнюю ногу, нижнюю. Получается, что вы перетираете между большим пальцем, указательным и средним, вы перетираете мышцу. Прощупывайте. Постепенно должно быть вот такое перетирающее, подтягивающее на себя движение. От виска. Лоб. 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 Подбородка. Когда вы будете делать массаж, я вам показываю диагностику. Вы прощупали мышцы, вы определили, есть ли где-то спазмы. Вы пощупаете еще и язык. В некоторых методиках логопед по-прежнему сидит, когда работает языком, сидит в головах у ребенка. Я предпочитаю сидеть справа, потому что мне так удобнее, удобнее работать руками. Прощупываем нюба обязательно, указательным пальцем. Не обязательно большим, указательным пальцем. Нюба. Мягкая нюба, которая может быть опущена у детей. Его нужно прощупать. А это нюбно-лоточный затвор. Мягкая нюба должна работать в момент глотания. Нюбная занавеска должна работать. Точно так же прихватываете язык двумя руками, указательным большим пальцем, боковые края языка. Большим пальцем под корни языка кончиком. Это и при дислолеях показано. Потому что перед дислолей при нарушении зубопроизошения чаще всего слабость мышц кончика языка. Плохо работают кончики языка. Если вы хорошо прощупаете, а потом будете делать массаж, то это вам поможет. подиазычная связка двумя руками. Это в том случае, если ребенок, как Наталья Владимировна, поднимает язык вверх и помогает водопеду. Массаж мышц лица делается на масле массажном, на гипоаллергенном. Или рекомендуют на присыпке. На присыпке очень сушит кожу. И кожу лица ребенка, и кожу специалиста, который работает. Руки чистые. Маслом смазываются руки, а не лицо ребенка. Сначала ребенок кладется на живот. Вы работаете с плечевым поясом. Плечи, шея. Потом только переходите на лицо. Расслабляется ребенок. Не буду переворачивать. Начинается массаж с обла. От бронных рук к волосистой части головы. Сверх и вниз. При расслабляющем массаже, при гипертонусе, работает вся рука, вся кисть. Плотно прилегает к лицу. При активизирующем массаже, обязательно должны быть зафиксированы пальцы. Если вы работаете большими пальцами, вы за скулы держитесь обязательно четырьмя пальцами и работаете большими. Для того, чтобы не травмировать ребенка. У меня будет много пальцев. . . . Продолжение следует... Мышцы гортани мы тоже проверяем, когда диагностируем ребенка. Кладем руку. Мышцы должны быть не напряженные, но гортань кладем. Ребенок сглатывает. Мы чувствуем, как работает мышца, нет ли напряжения. Сокращаются ли мышцы гортани. И когда делаем массаж, мы захватываем шею обязательно. В любом случае, какого массаж вы не делали, расслабляющий, мышцы гортани. Активируйте. Обязательно вы начинаете очень мягко, не надавливая, спокойно. Здесь биологически активные точки, местах соединения мышц, прикрепления мышц. мышц. И когда вы делаете массаж, можно фиксировать в этих точках пальцы. мышц. Резонаторные плавающие, массаж онлит разный, бывает и точечный массаж. Если у вашего ребенка заикание, с которым вы работаете, или насморк, в тот момент, когда он к вам приходит, то есть точечный массаж, вот эта точечка, одна резонаторная пазка, большим пальцем по часовой стрелке 30-40 раз. Снимает отечность, ребенок начинает легче дышать, освобождается носовой пазухи. Конечно, вы его не вылечите таким образом, но тот момент, когда вы будете с ним работать, на 20-30 минут ваша работа будет дышать свободно. массажные приемы, они разные, вот мы делали с вами проглаживающие, растирающие, сжимаете ручки в корочки и поломблю. перетирающие при гипотонусе, при сниженном тонусе. ряду сверху вниз, от центра к вискам. И обязательно нужно чередовать, даже если вы делаете активирующий массаж, даже если вы перетираете достаточно интенсивно, не касаетесь к ребенку, вы обязательно должны чередовать интенсивный массаж с расслабляющим, то есть движения должны обязательно чередоваться. Вы же должны знать, что если ребенка эпи, то есть если ребенка эпи-синдром, то массаж логопедический. противопоказание, вы можете вызвать ребенка пресс. Хорошие результаты дают, даже если речевые судорфи или дыхательные, при заикании, при ренололее, при афазее для взрослых, при алолее этот массаж непонятный. Еще одна точечка на верхнюю лбу, биологически активная точка. Давайте я вам сразу эти все точки покажу. Точка вас приедет. Вот она точка, между надбровными долгами одна. Можете себе нарисовать овал, лицо и поставить точки. Вот она одна точка, вот они две точки. У меня детки, я обучаю их самомассажу, они сами себе этот массаж делают, чтобы легче дышалось, особенно вот этот вот период, когда заболевания идут в верхний дыхательный путь. Вот две точки, вот она точечка. Уголки губы. Еще две точки. Одна, две, одна, две. Под нижней губой. Попробуйте сами себе, вот так быстро и запомните. Если будете делать быстрее, запомните. Следующая точка, еще одна. Вот соединение, да. Подбородок. Ямочка здесь, нащупайте сами себе, вот тут. Нащупайте сами себе. Есть? Да. Вот у нас здесь. И две точки. Вот они. Козелка, вот здесь, наушных раков. Вот место соединения нижней челюсти. Здесь такие ямочки такие. Больно? Здесь, да, здесь чувствуется, здесь ребенку будет болезненно, особенно, если у нас проблемы с мышцами лица. Да, да. Если у нее сразу, да, да, саливация, мы же этот массаж все делаем при повышенной саливации, здесь, да, сразу начинает все натечь у ребенка. Эти точечки. Каждые точки массируются, ну, где-то 30-40 раз. Вы там для себя посчитаете. Вот, есть. И две точки основания, да, основания лучей, подсказываю. Лежит, лежит, все, вот они. Мелкие были? Да, да, да. Здесь тоже болезненные точки. У заикающихся особенно болезненные. Продолговатый мозг хорошо стимулируется. И, как после каждого интенсивного движения, мы делаем движения раз на стимулирующие. Растирающие движения, созывая мыть целую. И не нужно разделять, вот вы сделали массаж, а потом вы делаете артикуляционную гимнастику. Вы можете это делать одновременно. И даже на вызывание звуков каких-то определенных, это все делать можно во время массажа. Наталья, не забирайте губы у меня, улыбайтесь. Да. Так, еще. Не, дай мне губы я возьму. Вот, и теперь улыбайтесь. Вот. Я детьми говорю, давай мы с тобой поиграем. Я у тебя буду губу забирать, я у тебя буду держать, а ты будешь забирать, улыбнись мне, пожалуйста. Я забираю губку. Ну улыбнись, ну пожалуйста. Вот. То есть нужно обязательно забрать губу, давай. Мы же с вами говорили, да, когда я теоретическую часть вам говорила, что это ощущения мышечные, двигательные. Вот. Чтобы ребенок чувствовал движение органов артикуляции, которые у него говорят, разговаривают, он должен вот эти ощущения у себя выработать с нашей помощью. растираем. Работает. И большие пальцы, и указательные, и средние пальцы. Поглаживающие движения. Растирающие. Вибрационные. Такое похлопывание с вибрацией. Ускоренный вариант. То есть если я взялась в склады мышцы, да, массировать, то это нужно делать быстро. Работает. Работает. Быстро. Работает. Далее. Вадим, натренированные мышцы лица, как у всех логопедов. Ей как раз расслаблять надо. Вибрационные. В колоссистой части головы. от центра в бар вискант от центра в бар вискант в бар вискант отец по при man City обращаемся и обращаемся в киньке отец он все отец отец Вы опять одеваете перчатку и тогда работаете через рот, разминаете мышцы жевательные и щечные, так как мы парпировали. Тогда вы уже знаете, где спазмированы мышцы, где уплотнение мышечное, вы будете растирать. Садится и держится, наверное. Так, а как же я и вернусь? И если я сяду справа с стороны, перехомниться. Ну, Зомдин, у Виковой вы себя знаете, да? Да. Ну, я еще для макажа использую гекс и зубные щетки. Те, которые вот гекс там рекомендуют. Я использую вот такие вот зубные щетки. Когда мы делаем массаж, то есть двигаться по языку нужно обязательно. От кончика это как кормим. От начала кормим языка. Когда я делаю массаж вот такими щетками, то я себе мысленно и родителям всегда рассказываю, когда я их обучаю массажу. Мысленно нарисуйте себе елочку в языке. То есть как посередина языка, да, центр языка, это у нас ствол. И к боковым краям у нас будут веточки. Соответственно, на этом рисунке мы будем делать массаж. Я, когда готовилась к нашей встрече, я пыталась найти рекомендации по захвату языка во время массажа. Я их не нашла. Рекомендую держать язык за кончики, то есть за самый кончик. Я хочу вам предложить вот что. Когда вы держите язык ребенка, вы указательным большим пальцем придерживаете кончик языка, средним пальцем, заводите под подбородок, да, логопеды не сами до этого дошли, те кто давно работает, не сами до этого дошли. Заводите под подбородок. И когда вы подтягиваете язык на себя, чтобы его достать, вы не язык тянете, вы работаете рычагом, вы средним пальцем надавливаете, и язык у вас сам автоматически подтягивается. Вы не травмируете язык ребенка, вы не порвете подъязычную связку ребенка, вы хорошо будете чувствовать сокращение мышцы языка. В тот момент, когда ребенок будет сглата. Рисуем елочку. Круговыми движениями. Смотрите. по круговыми движениями, очень мелкими движениями. Поскольку у нас щеточка вот с такими краями силиконом, они очень мягкие, очень нежные, то можно делать, да, и положив плоско эту щетку и поставим ее. Потом вы рисуете веточки от кончика языка. Я уже стала на полугодие обучения. Я уже детям делаю массаж от корня к кончику. Уже мы убрали опытный рефлекс, у нас уже саливация почти у всех ушла. И я начинаю делать от корня к кончику, чтобы прихватить кончик языка. Я уже тогда его не прихватываю. Ребенок держит его сам. Вот сейчас механически начинаю делать и в обратную сторону. Рисуем веточки. Вот смотрите, если бы вы сидели в головах у ребенка, вам пришлось бы ложиться на ребенка, чтобы выгнуть руки. Не знаю, может быть удобно. Я попробовала несколько раз. Мне неудобно. Мне удобнее, когда я сижу вот так рядом с ребенком. Тоже 6-8 раз. То есть вы же чувствуете, вы держите язык ребенка. Вы чувствуете, сокращается мышца, вы сразу отпускаете. Хотя с детьми договариваюсь. Ты мне положи руку на коленку. Если ты хочешь, чтобы я тебя отпустила, ты похлопай меня по коленке. Я тебя сразу отпущу. То есть когда вы начинаете делать массаж ребенка, особенно железками, особенно когда я беру стерилизатор, еще металлический, для ребенка это сразу стресс. Поэтому мы договариваемся. Давай мы с тобой договоримся. Для того, чтобы ты правильно начал нас говорить, я буду делать тебе массаж. Массаж специальный. Массаж языка. Массаж специальными вот такими вот всякими приспособлениями, в том числе и железочками. Это абсолютно не больно. Вот давай свою ладошку. Я тебе все буду показывать сначала на ладошке. Смотри. Вольно? Нет. Теперь на щечке. Вольно? Нет. Теперь на язычке. Покажи мне свой язычок. Вольно? Нет. Ну и потом да. Но опять же должен пройти какой-то определенный период. Не с первого занятия мы начинаем делать массаж, чтобы ребенок все-таки нам доверял. То, что мы сказали, так и есть на самом деле. Теперь мы с вами развешиваем гирлянды на елочке. То есть от одного края языка к другому. Если у ребенка хорошо работает подъем вверх, хорошо расстанута подлечная связка, поднимите человек вверх, пожалуйста. Да, сделаем парус, зацепим за зубки. Вот так. Я могу сделать это щеточкой массаж. И полный языком, где подъязычные мышцы. Тут к кончику языка. Вот так. Это щеточка. Ну и зондами. Желательно все эти зонды разложить. Чтобы они не стерилизаторы доставались, а у вас лежали на салфете. Чтобы вы не ковырялись каждый раз. Так. Вот первый зонд у нас вилочковый. Который служит у нас до массажа языка, губ, щек. И мы с помощью этого зонда можем определить границу рвотного рефлекса. Не будем? Не будем? Так. А у всех логопедов вон достаточно близко эта граница. Я вам сразу говорю. Это мы такие умные, когда рассказываем. То есть кончики не острые. Мы не можем проколоть насквозь язык, повредить его. Но движение. Посмотрите, как мы держим зонды. Вот. Указательный палец. Двумя пальчиками. И все движения, которые мы делаем, если нам нужно похлопывающие движения какие-то делать или утапливающие, мы делаем очень легко. Рука легко ходит. Ну чуть-чуть. Я не буду. Даже держать не буду. То есть мы идем по центру. Корни. Боковые края. Корни по центру. Движения вот такие. Вкручивающие. Вот. Все. Причем. Если мы работаем губами, я предпочитаю все делать руками. Как бы зонда замечательна. Но я зондом не чувствую. Возьми он в этот момент язык у ребенка. Или нет. Поэтому мне проще. Я делаю зонды. Там же две недели все равно руками делаешь. Да. А потом только зондами. Я тоже. Да. Лучше чувствую руками и язык. Да. А потом только зондами. Конечно. Вначале нужно все делать руками. Поэтому я и говорила, что прихватываем язык по бокам. Разминаем. На большой. На указательный палец накручиваем салфетку. Разминаем. Прощупываем хорошо язык. А потом только если нам нужно зондом. Но саливаться этим зондом убирается хорошо. Обкалываются ботки этим зондом. У нас молодики. Такой пациент у нас. Салфетку. Да. У нас молодики. Вот так. Вот так. Ну потом. Этим же зондом делается массаж приплечье. Если у ребенка проблемы с мелкой моторикой. с захватом. С пальчиковым. С нажатием. То есть нажим когда слабый. В этом же зондом делаем массаж. Весок. 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 Так. Следующий зонд у нас такой. Да. Вот он вот такой. Восемочек. Восемочек. Утапливаем его в мышцы. Точно так же. Мы утапливаем. То есть придавили. И по часовой стрелке. Сверху вниз придавили. что-то массировали. Так же как и мышцы щеки массировать. И щеки. И скулы. Этими зондами мне все равно удобнее руками. Потому что я хорошо чувствую. Следующие зонды. Саночки. Малые, средние и большие. Да. Трое уже. Четырое. Они все разные. То есть работают. Я одни. Я стану. Работает и одна сторона. Да. И вторая. То есть с одной стороны три. С другой стороны дверь. То есть этими зондами массируется язык. Массируется щечка изнутри. Да. Вот. Нужен. Нужен. Прокатить. Можем. Утопить. И помассировать. Разные движения. Можем перевернуть. Движения одинаковые на эти зонды. Но поскольку у них разный размер. То и точка. То площадь захвата языка будет разной. Этим зондом. Самым маленьким. Малым зондом. Можно массировать небо. Не будем показывать. Мягкое. Можно массировать, внутреннюю сторону щеки. Этим зондом. И малым тоже. Так. Вот такой зонд. Да. Бабочка. У меня дети по-разному говорят. Кто бабочка говорит. Кто печать. У меня дети говорят печать будем ставить. Печать будем ставить. пошлюпывая и по языку и мы вот мы работаем с языком да выдавливаем выталкиваем еще зонт которым можно массировать еще и под язычную связку растягивать ее изнутри как бы рекомендует новикова с помощью этого зонта ставить звуки кгх ши же как бы у меня есть постановочный зонт старый еще всех моих студенческих время пунктов нравится мне так и вот такой зонт щипчики этим зоном работает с языком со щеками и губами массирует язычок с помощью этого зонта делают еще и пассивную гимнастику ребенок сам держит захватывает язык подтягивает его вперед прячет двух порта вперед прячет рта когда вы делаете такую гимнастику с ребенком с помощью этого зона обязательно нужно сопровождать все что вы делаете право поворачиваются вправо влево ощущение вырабатываем влево влево вправо влево вправо поворачиваться ничего мне же надо почувствовать хоть и рад что я делаю я делаю я сама сидела пробовала так ну вот мы делаем поворачиваем язык влево поворачиваем язык вправо еще поворачиваем влево поворачиваем язык вправо на ищем поворачиваем поворачиваем кукуп губы Еще один. Погублю щека. Браво!